Это живая история Ассоциации российских банков. И живая история нашей банковской системы. Человек очень либерально мыслящий, очень такой откровенный и открытый. Был и отличался всегда своим каким-то разумным подходом к разным родам вещам. Деликатный, умница, уважительный. Он очень неравнодушный человек, он болеет за судьбу страны, он болеет за будущее нашей финансовой системы. Со своим взвешенным подходом, взвешенными суждениями. Он практически всегда оказывался прав. Мне не хотелось бы говорить громких фраз, но всю я жизнь строил прежде всего так, чтобы сделать что-то хорошее. Делать что-то хорошее и мне приятное, и людям приятное. Профессор, доктор наук, экономист, банкир, эксперт. Рассказ об Анатолии Милюкове мог бы начаться примерно так. Так, Москва, 1938 год, в семье крупного партийного работника родился сын. И тогда все было бы логично. И финансовый институт, и успешная карьера в Комитете по труду, в экономическом отделе ЦК КПСС, в Верховном Совете. Никаких терней, одни звезды. У Милюкова в жизни действительно все это было. Вот только добился он всего сам, без поддержки высокопоставленных родителей. Ну а настоящая история начиналась так. 1938 год, Гомельская область, деревня Вишар. В крестьянской семье появился на свет третий ребенок. Деревня небольшая. 40 домов было. Такой сам рассвет ее. Сейчас уже, к сожалению, значительно меньше. И труженьки, труженьки, главные труженьки деревни. Отец крестьянин. Он обладал одной особенностью. Всегда говорили, что у Лориона мотор в животе. То есть, если остановились косить косы, то за ним не остановились. Потому что выдержать тот напор, тот тяжесть труда, которую он никто не выдерживал. Сильный был, крепкий человек физически. Немцы заняли их деревню в августе 41-го. То, как вели себя оккупанты на территории Белоруссии, по отношению к мирному населению, хорошо известно. Казалось бы, что может помнить четырехлетний ребенок. Но такое не забыть и в 75. Уже был 43-й год. Немцам нужны были молодежь. Кровь для ранения. Приезжали несколько машин. Оцепляли деревню. Схватывали детей. И увозили. Один сценку я вижу подробно. Моя сестренка была старше меня на два года. Они выстояли в очередь детей. Меня не трогали, я еще был сын маленький. А ее уже поставили в очередь к машине увозить. А мать сидела там недалеко. Жита. Ну, рожа росла. И кричит, Тамарка, Тамарка, шепт. Она раз прибежала в эту рожь. И ее не заметили. Они быстрые раз-раз-раз. Мама взяла меня за ручку. Ее тоже. И мы. Бежали к лесу. Ну, пока не убили. А тех детей повозили. Мало кто взрослелся. Ну, вот эти картинки в жизни во время войны. Это ужасно. После войны Анатолий, как и его уцелевшие сверстники, пошел в школу. Учился с азартом, тянулся к знаниям. Особенно к точным наукам. Но в 1948 году вдруг заболела нога. Он уже не мог ходить, когда врачи поставили диагноз. Острый туберкулез левого коленного сустава. А до школы – два километра. Казалось бы, все, закончилась учеба. Но он не сдался. И написал в пионерскую правду. В августе месяце, это был уже 50-й год, приходит путевка в санаторий Евпаторию. До излечения. И вот там действительно я попадаю. Мы лежали привязаны к постели. Там лежало полтора года. Но учеба шла азартная такая, сильная. Лучшие учителя привлекались. Учитель стоял около доски, диктовал нам что-то, говорил. А мы лежа на дощечках писали. И, конечно, я за эти полтора года получил образование такое, школьное. Это был шестой и седьмой класс. И половина восьмого. Я уже возвратился в деревню, когда вылечился. Вылечился и выписал. Я уже был другим мальчиком. По сравнению с другими детками. Силен был в математике. По сравнению с другими. Потом был учетно-кредитный техникум в городе Пинске, законченный с отличием. И размышления. А куда дальше? Направление на работу в банке в Могилевской области выдано. Но Анатолий решил, буду учиться в Москве. Подал документы в МГУ, а вот оформил неправильно. Не успевал по срокам все переделать. Тем не менее, отказываться от задуманного было не в его правилах. Со своей проблемой Милюков пошел ни много ни мало в Министерство образования. Я не понимаю, можно ли подобное сегодня. Принимает мне начальник управления Министерства высшего образования, вот этот Сергей Сергей, выслушивает меня. Потом берет трубку. Вот я буду говорить с ректором Московского финансового института. Владимир Васильевич, здесь передо мной сидит один белорусский мальчик. Техникум кончил. Кончил с отличием. По-моему, серьезный парень. Забери его к себе. Тот говорит, ну пусть приезжает, поговорим. Так началась его учеба в Московском финансовом институте. Секретарь комсомольской организации курса, сталинский стипендиат. Но среди сокурсников он выделялся не только этим. Чем он отличался от многих? Тем, что это очень целенаправленная личность. Удивительно стойкая, бескомпромиссная, целеустремленная. Он блестяще учился. Он был таким, знаете, настоящим лидером, которого уважали, любили студенты. Но у нас с ним было много эпизодов. Например, однажды, когда ребята ездили на картошку, а это было всегда в сентябре, в начале октября, вдруг мне поступила информация о том, что ребят плохо кормят и дают им какое-то нехорошее, некачественное мясо. Но и ребята говорят, вы знаете, Алгерна, как бы там не было, как на броненосце Потемкино восстание, я тут же узнаю, где, в каком совхозе такая проблема произошла. Оказывается, это там, где ребята Милюковы. Я ему говорю, Толя, сейчас же едем туда, в Рузу, потому что надо разобраться, что случилось, и без каких-либо проблем сейчас собираемся и едем. И вот в чем мы были. Мы быстренько с ним поехали. На попутных машинах добирались долго-долго, но добрались, разобрались, все в порядке. И потом, когда мы приехали, нужно было менять смену, им уже просто не хотелось уезжать. Мы с 1956 года учились в финансовом институте на церковной горке. И как-то вот он среди нас, очень разнообразной публики, москвичей и не москвичей, выделялся определенной, такой, я бы сказал, самостоятельностью. Был и отличался всегда вот своим каким-то разумным подходом к разного рода вещам. Был всегда уважаем всеми. По окончании вуза он мог сам выбирать место работы. Тогда Милюков решает, вернусь в Белоруссию и стану экономистом в колхозе, сделаю его образцовым. И можно не сомневаться, сделал бы, но его убедили. Тебе с твоими способностями надо учиться дальше, а до аспирантуры и по специальности поработать полезно. Он отправился в Серпухов, экономистом цеха на военный завод. Затем с 1962 по 1965 аспирантура, потом кандидатская и ее успешная защита. Я пишу диссертацию о стимулах труда при социализме. Ну, там, конечно, сейчас я бы уже по-другому написал, но, по крайней мере, тогда считалось, что это революционно. А вот реферат моей диссертации попал в руки заместителю председателя комитета Совета Министров СССР по труду и зарплате. Такой был известный в тот период профессор Сухаревский. Он еще в войну в Госплане был, начальник свободного отдела. Он приглашает меня, говорит, найдите мне этого Милюкова. Находит меня в финансовом институте. Я прохожу к нему на беседу. Он говорит, ну, хорошо, хотя вы меня критикуете в реферате, я вам предлагаю прийти к нам на работу. Будем делать реформу вместе. Для того времени, середина 60-х годов, это был фактически переворот в методах управления, основанный на принципе «чем больше работаешь, тем больше получаешь». Правда, по отношению к самому Анатолию Милюкову получилось несколько иначе. Чем больше работаешь, тем дольше работаешь. Почти четверть века. Именно столько длился этот новый отрезок его трудовой биографии. Мы находимся на пятачке, где я провел 25 лет своей жизни. Начнем с государственный комитет Совета министра СССР по труду и зарплате. Это дальше. Я потом вам покажу. Куда я пришел совершенно молодым человеком после аспирантуры, после весь насыщенный идеями делать Косыгинскую реформу. И проработал я в комитете по труду 9 лет. Оттуда меня забрали сюда, в ЦК. И вот здание, которое через проезд, через Ильинку, это здание ЦК КПСС, где я проработал по сути, перемену, там, Кремль и ЦК, а остальные там 17 лет. 16-17 лет. В 1970-х и до середины 80-х годов Милюков работал в экономическом отделе ЦК КПСС сначала инструктором, а затем консультантом и заведующим сектором управления народным хозяйством. По существу, возглавлял всю работу по системе самофинансирования предприятий страны. Вот мы подбирали таких людей, в том числе и он был приглашен на эту работу. Он работал в нашем отделе, экономическом отделе ЦК. Ну, какое у меня впечатление произвело тогда? Ну, такого думающего человека, который прошел и теоретическую подготовку, дальше он работал на заводе, работал и в министерстве, по-моему, по труду. То есть, он в какой-то степени не только теоретик был чистый, но он еще и знал реальную жизнь. Пришел молодой, улыбающийся, оптимист и уже, сказать, с грузом знаний, он уже кандидат экономических наук. Короче говоря, вот эти пять лет, которые мы вместе с ним, как говорят, провели, я там одними вопросами занимался, а он курировал комитет по труду, социальный вопрос, всю науку. За это время я не видел ни разу, чтобы он кого-то обидел или где-то, значит, сказал то, что, как говорят, не ложится на сердце. В 1985-87 годах Анатолий Иларионович работает в аппарате Совета Министров СССР в качестве первого заместителя заведующего отделом по вопросам совершенствования управления народным хозяйством, затем замом заведующего социально-экономическим отделом, а потом становится руководителем группы экономических консультантов ЦК КПСС. Контактный человек вообще не простой, хотя и был в качестве руководителя службы в ЦК именно по экономическим вопросам. Мы, собственно говоря, пришли в ЦК с началом экономической реформы Горбачева. Сначала были в экономическом отделе ЦК, потом он стал социально-экономический отдел. Разрабатывали как раз проекты совершенствования экономического механизма применительно к новым условиям хозяйствования. Это была пора организации первых коммерческих банков, кооперативов. 91-й год Анатолий Милюков встретил на посту руководителя экономического отдела в аппарате президента СССР. То, что было потом, он видел не в кадрах кинохроники, а из окон своего рабочего кабинета. Грянул в 91-й год и тогда помните ГКЧП после этого масса людей, которая пошла от Белого дома, она шла вот здесь в памятник Держинского, снимала, крошила, а я наблюдал за этой картинкой из окна третьего этажа. Потом они свернули шею памятнику Держинского, погрузили его в автомобиль и сама огромная эта толпа пошли здесь. Они пришли, зная, что это здание ЦК, громили дверь, стучали, но я вам скажу, я не хочу на них наговаривать, это были такие заросшие мордатые люди, очень сильно попахило от ноги из них спиртным, все взведенные. Впрочем, необходимость проведения реформ к этому времени никто не отменял и Милюкова с командой его единомышленников зовут в Верховный Совет. Задачу поставили буквально следующую помочь в становлении экономической политики новой России. А в это время правительство Ельцина, там Гайдар был уже так сказать главным теоретиком, раскрутили шоковую терапию, раскручивали. Они хотели всюду везде свобода, каждый делает что хочешь, и в этом есть сила новой России. Мы убеждали очень много в рабочем порядке. Я с Гайдаром был очень хороших отношений, убеждал как мы должны развивать сейчас Сибирь, Север, Дальний Восток, районы, как мы можем, какая свобода. Свобода конечно на нижнем уровне не должна быть, но централизованно государство должно управляться. Свои взгляды Милюков не поменял даже тогда, когда стало ясно, что сопротивление будет организовано по всем фронтам, а последствия очевидных ошибок новой команды он, экономист, с более чем солидным опытом работы спрогнозировал сразу. Я вспоминаю момент, когда было совещание на пятом этаже этого здания, приехал Чубай с командой правительства и они говорили вот об этой чеке, чеки раздать людям, чтобы каждый скупил завод какой хочет. Я говорю, что мы за, но давайте чеки сделаем именные. Милюкову как акция. И если я хочу поучаствовать в покупке завода, я этим чеком иду, специальную компанию, регистрируется, моя доля и так далее. Никак. Никак. Вот ты мучишь воду, вот, я не буду даже говорить слова, которые на меня овлились. Я убеждал, что, понимаешь, сейчас пойдет дело так, что мешками люди будут за бесценок скопать чеки и захватывать заводы за бесценок. Так и получилось. Ну а потом был 93-й год. Указ о распуске Верховного Совета, решение снять Ельцина и назначить Рудского, Белый дом в колючей проволоке и предложение уйти. У меня вопрос возникал такой, что можно было бы уйти оттуда. Многие ушли, не хотели попадать в эту кашу. Но я же белорус, я партизан, как я могу. Говорил одно, теперь что-то собрался, ушел. И мы посоветовали со своей командой и остались. И все эти дни с 18 сентября по 3 октября мы здесь находились под дулами автоматов, выстрелы, все только не было. Все, на этом моя эпопея по Белому дому закончилась. Напрасно ли это было? Я считаю, что мы делали все, что могли, чтобы не допустить экономического безумия. Сейчас уже 90-е годы и нулевые годы показывают, что мы были правы. Сейчас уже осуждается дурацкая шоковая терапия, та беда, которую натворили, угробили промышленность, раздали все, лишь бы кому. Появились эти богатеи, пузыри, эти миллиардеры. А народ не может простить этого. Народу, конечно, обида. они зарабатывали всю жизнь, это богатство создавали, и вдруг досталось сотням нескольких ловких людей. С 94-го года Анатолий Милюков работал в Мосбизнес банке, как раз до кризиса 98-го. А затем вместо одной кредитной организации в его жизни появилась целая ассоциация российских банков, исполнительным вице-президентом которой он стал в 2001-м году. Анатолий Анатолий делает уже в течение многих лет в ассоциации. Мне кажется, это только добавляет вот эти самые благожелательные оценки его как профессионала и как человека. он разрабатывает важнейшие вопросы банковского развития, экономического развития. Его мысли, его выступления, его статьи, его организационное деятельность очень интересное. Мне кажется, что в тандеме с Горегином Ашотовичем ему удалось поднять ассоциацию на тот высокий профессиональный уровень, благодаря которому она пользуется совсем высоким и заслуженным авторитетом. Мне кажется, что Анатолий Лорионов это как раз мозг такой ассоциации российских банков. Его предложения всегда взвешенные, разумные, глубокие, мудрые. Вероятно, жизненный опыт, который у него огромный, на самом деле, позволяет ему принимать такие взвешенные решения. И я думаю, ассоциация российских банков очень серьезно выиграла, приобретая такого крупного специалиста. Анатолий Лорионов является ведущим аналитиком в ассоциации российских банков. И он достиг из тех огромных успехов. Но кроме того, он человек, с которым всегда приятно встречаться, общаться, и которому можно было только всего самого-самого доброго. Милюков Милюков пришел в ассоциацию российских банков начальником отдела, потом возглавил департамент, а в итоге стал вице-президентом. Всю жизнь на стыке науки и практики он и на восьмом десятке как никогда востребован банковским сообществом. Здесь и опыт, и багаж знаний, и, конечно же, отношение к делу и к людям. Человек чрезвычайно, во-первых, ответственный к работе, человек преданный собственной работе, но при этом он, занимая его действительно такие высокие посты на разных уровнях, он очень скромный человек, очень скромный человек, при этом он очень коммуникабельный человек, и мне кажется, я не знаю людей, которые бы, условно говоря, не очень доверяли бы Анатолию Леонычу или были бы недругами этого человека, везде, на разных уровнях это человек пользуется высочайшей репутацией, уважением и доверием. Исключительно человек такой доброты, душевности и по любым вопросам. То есть, ну, доходя до того, что, скажем, у меня там возникала ситуация, когда нужно было на кафедре выступить с лекцией, и я вот, как бы, так сказать, размышлял, думал, что вот, кого можно и на скидку Зоя Анатолию Леонычу, понимая о том, что, наверное, вот, есть какие-то проблемы, и все-таки Шетланга не 20 лет, он всегда с удовольствием соглашался, ну, во всяком случае, в этом случае соглашался. Анатолий Леоныч относится к той редкой категории людей, которые в себе соединяют жизненную мудрость, опыт, профессионализм и необыкновенную, чрезвычайно активную жизненную позицию. во-первых, это очень добрый человек, если вот говорить о человеческих, а рабочий, это профессионал, очень хороший профессионал, ассоциация, наверное, без него уже как-то, наверное, существовать не может. Несмотря на, казалось бы, не самый молодой возраст, он активно участвует здесь в учебном процессе, он возглавляет кафедру, которую мы создали вместе с Ассоциацией Российских Банков, и он всегда принимает участие в научных конференциях университетах. История коммерческих банков в новейшей истории России началась в 1988 году. Сначала их было 25, годом позже уже 137. Все это происходило на фоне идеологической дискуссии о социалистической демократии и проведении радикальной экономической реформы в Советском Союзе. Милюкову и его единомышленникам уже тогда было понятно, что развивающийся по нарастающий банковский бизнес должен грамотно регулироваться государством, иначе будет хаос. Еще работают в ЦК КПСС, он обращал на это дело внимание, вместе с покойным Сергеем Ефимовичем Егоровым. Они сыграли, можно сказать, решающую роль в становлении нового законодательства о банках и реально, реально помогали стать на крыло тем первым, еще слабеньким, еще непонятно каким банкам, которые появились на территории Российской Федерации. В принципе, это задумка-то у них была еще при СССР, на всякий случай они думали о том, что если ситуация экономическая пойдет по такому-то пути, обязательно нужны будут банковские учреждения и прорабатывали уже этот вопрос. Но надо сказать, что банковской системе России сильно повезло, что именно эти люди, такие как Милюков, оказались в нужное время, в нужном месте. Настоящий профессионал, как очень грамотный экономист, сумел погрузиться, глубоко погрузиться в проблемы российской банковской системы, и я думаю, что по всему комплексу проблем, не по какой-то отдельной частной проблеме, но он, наверное, сейчас один из самых квалифицированных банковских специалистов и один из самых квалифицированных критиков Центрального банка и других финансовых властей. Он сумел воплотить в себе черты и государственного такого человека, который думает о государстве, об интересах общества, но с другой стороны все-таки понимает коммерческую часть, понимает бизнес, какие-то интересы банковского сообщества, и мы всегда ощущаем, насколько на всех мероприятиях и на всех событиях Ассоциации Российских Банков мы видим, насколько Анатолий Иларионович стоит на защите интересов именно бизнес, интересов банков. Оставаясь банкиром, он, тем не менее, сохраняет вот такой, я бы сказал, государственный взгляд, подход ко всему тому, что происходит. Что бы мы ни обсуждали, что бы мы ни делали, он всегда старается найти какой-то компромисс между интересами бизнеса, интересами банковского сообщества, между интересами государства и между тем, что получат в результате всего этого граждане. Вот такой консенсус он один в голове удерживает, ему это удается. Считаю Анатолия Лорионовича одним из видных деятелей, который в настоящий момент работает в банковской системе. Благодаря тому опыту, который он имел еще до работы в банковской системе, он в короткое время стал одним из ключевых игроков, носителей идей, реформаторов современной банковской системы. Сегодня АРБ сотрудничает с банковскими объединениями в 52 субъектах федерации и учитывать надо интересы каждого. Задача как раз для Милюкова. Он хоть и работает в столице не один десяток лет, но помнит и знает, как и чем живут регионы. С ним всегда очень приятно работать и очень профессионально, очень грамотно подходит к любому делу. Всегда интересуется как в регионах идут дела у региональных банков. И все время руку держит на пульсе и понимает одно дело Москва и московские банки. Как мы говорим это государство в государстве это без обиды. Но это на самом деле так. Потому что одно дело работать в Москве, другое дело работать в регионах. Намного сложнее, намного труднее. Так вот Анатолий Ларенов всегда интересуется а как живет наша матушка Россия в глубинке. Вот сколько я нахожусь здесь в ассоциации практически с самого начала его создания и с первым приходом с Анатолием Лареновичем мы вместе дружим, мы вместе общаемся. Если какие-либо проблемы у нас возникают, мы обязательно в порядке советуемся с ним. У нас на Кавказе говорят, если не с кем посоветоваться, сними шапку и посоветуйся со своей шапкой. Но для нас я говорю, жители родной Кабарно-Балкарии, для банкиров Кабарно-Балкарии Анатолий Иларионович является нашей головой и нашей шапкой, с которым мы советуемся всегда. Именно такой человек сегодня достоин всякого уважения. Человек неутомимый, всегда на острие современных проблем молодец. В этом смысле любой его доклад или материал, который он готовит, очень злободневен, очень конкретен и конструктивен. Профессионализм не вызывает сомнений. И, как ни странно, несмотря на возраст, вот я говорю, он всегда в теме. Этого человека мы знаем давно. Это очень изумительный человек. Значит, по широте знаний, по жизненным опыт огромный, по тем подходам, которые он трансформирует в организацию деятельности банковской системы. Одна из отличительных черт Милюкова, и это отмечают многие, ответственность. За общее дело он болеет душой. Это хорошо заметно по выступлениям Анатолия Илларионовича на профильных конференциях. Его доклады слушают не из-за статистики. Он очень неравнодушный человек, он болеет за судьбу страны, он болеет за будущее нашей финансовой системы. Он всегда выступает эмоционально, именно переживая за ту ситуацию, в которой находится наша страна, наша экономика. Ну и его предложения, они направлены как раз на то, чтобы страна стала качественно другой, чтобы финансы все были мощные, развиты. Анатолия Илларионовича я знаю уже давно и с моей точки зрения это вообще один из наиболее компетентных специалистов в области банковского дела, причем такого стратегические, стратегические аналитические взгляд у него на все проблемы, которые происходят в банкском бизнесе и все основные, многие, по крайней мере, основные идеи, которые реализует Ассоциация Российских Банков, они разрабатываются идейно и готовятся материалы для съездов, советов именно им. Я юбиляра увидел первый раз еще в стенах Верховного Совета России и Совета Министров Российской и Советской Федеративной Социалистической Республики, когда еще России как таковой и не было. Он тогда был советником. Вы знаете, он меня подкупил сразу нестандартностью мышления, стремлением до точностью разобраться в том, что происходит. И вот прошло 20 с лишним лет и оказалось, что его знания, его опыт востребованы, а он успел совершить очень многого полезного. Ему действительно есть чем гордиться в жизни и речь идет не только о работе. Семья, жена, дети, а теперь и внуки стали для Анатолия Иларионовича тем надежным тылом, который всегда помогал ему справляться с трудностями. Я просто счастлив, как она у меня получила. Мои друзья, которые собираются здесь, за столом часто, они первый тост, который произносит, говорят, Толя, за твою семью, за вот такую счастливую семью, за такую интересную семью. Мы берем пример, это их непроливные слова. Нередко от Анатолия Иларионовича можно услышать «на первом месте у меня семья, большая и дружная». Они часто собираются вместе, самые близкие люди, родители и дети, бабушки и дедушки и, конечно, внуки. Глядя на них, понимаешь, что жизнь прожита не зря, любит повторять Милюков. Гордость семьи, внучка Даша, талантливая и обаятельная девушка, победитель международных школьных олимпиад. В последние годы семья любит отдыхать во Франции. Все Милюковы много трудятся, а здесь можно получить заряд энергии на целый год. Но главное место встречи и общения друг с другом – дача Анатолия Иларионовича. Это родительское гнездо. Здесь новости, споры, дискуссии, жизнь. Я хочу сказать, что с мужем мне, конечно, повезло. Он очень хороший семьянин, очень любит детей, всегда мне помогал, хотя он очень занят был всегда по работе, но детей он не обделял вниманием. Он все время книжки им читал, и особенно следил, чтобы сын за роги твердо не свернул. Всегда очень наблюдал, как там у него дела, как он провел время, так что все было хорошо. Родители, его вообще люди любят очень. Мои родители просто обмирали. Так его любили, невозможно, очень любили его. Так что, наверное, есть за что. Он очень такой добрый человек, к людям хорошо относится. Они поженились в 65-м году, не за горами золотая свадьба. Вырастили и воспитали двоих детей. Анатолий и Галина всегда видели в отце образец для подражания. Несмотря на постоянную занятость, он находил для них время. Помогал, подсказывал, поддерживал, советовал. «Может может быть, как одна из ассоциаций наших взаимоотношений с самого детства, детства, когда со школы приходишь в начальной школе. Он всегда звонил. Я в пуговице свои по телевизору увидела, как у тебя спрашивали, какую оценку поставили, какие проблемы. И до класса до третьего я точно верила, что реально в пуговице что-то ему видно и как у меня дела происходят. Так что всегда он очень много работал и несмотря на это находил время быть в курсе всех дел наших с братом. Папа для меня всегда был таким высшим существом. И человек, которого я очень любил и люблю. Я помню, когда он приходил с работы, для меня не было большего счастья. Или если он уезжал в командировку, то я считал не просто дни, а минуты до его возвращения. И если честно, вот это так и осталось. Это пример такой очень самоотверженной не просто любви к семье и детям, а и самоотверженной работы. Потому что человек, который больше бы отдавался тому делу, которым он занимается, полностью погружался без каких-то сомнений, с полной отдачей, честностью, без каких-либо требований обратно, мне кажется, таких уже больше не делают. Это генетически модифицированное поколение, наверное, самый такой, все последующие уже, наверное, немножко были как-то ориентированы на материальные выгоды, но вот это абсолютно безусловная самоотдача, самопожертвование, страна, идеалы, народ и так далее и тому подобное. Вот это, конечно, все осталось. Человек, который в любых условиях что-то делает, в первую очередь, конечно, это касается его профессиональной сферы, независимо от самочувствия, независимо от погоды, независимо от, может быть, иногда целесообразности, он берет все, едет на свою любимую работу, делает важные дела там, возвращается уставший уже с мыслями на следующий день, что он будет делать завтра, его домочадцы ругают, говорят, что, ну, может быть, не стоило сегодня ездить на работу, или, может быть, ты завтра не поедешь, но он говорит, нет, у меня вот еще очень много важных дел, без меня там будет не так эффективно, как со мной. Я хочу сказать, что у нас очень близкие, очень искренние отношения, все совместные праздники любые события, это обязательно собирается вся наша семья, то есть нас 11 человек, если считать вот всех такой близкий круг, и безусловно Анатолий Зарёнович является таким стержнем, центром, вся семья вокруг него сплачивается, и очень надеется, что еще долгие-долгие годы мы будем также сплачиваться вокруг него, и что Анатолий Зарёнович также будет всегда окружен заботой детей, внуков, правнуков и так далее. По словам детей, Анатолий Илларионович практически идеальный дедушка, практически, потому что уж очень любит баловать внуков, а еще читает им книжки, никогда не ругается и умеет объяснять сложные вещи простыми словами. Дедушка он хороший, он веселый, мы с ним дружим и играем с ним, иногда мы с ним заигрываемся и вообще не понимаем на какой мы стороне, но он хорошо играет в самый футбол, хотя я никогда не пропускаю мячей. Я его очень люблю, и люблю с ним разговаривать об моем садике. Он говорит, чтобы я там хорошо танцевала, чтобы хорошие подделки у меня на саванне получались и чтобы все было хорошо. Работа, дом, семья все это связано с Москвой, ее ритмом жизни, ее людьми. Но просторы Полесья, где и дышится-то совсем по-другому, они не отпускают. Каждый год Анатолий Иларионович вместе с женой Ларисой едут в деревню Вишар и в родной город Калинковичи. После войны отец Милюкова перевез сюда свой дом поближе к детям, а в Вишаре на том самом месте, где родился маленький Толя, построили другой небольшой уютный домик, где и встречается теперь большая семья Милюковых. Сестры, племянники, их дети приезжают и по 30 человек и больше. Интересные люди непростые судьбы. Нина, младшая сестра Анатолия Иларионовича, душа компании, и Тамара, та самая, которую оккупанты хотели отобрать у родителей и увезти в Германию. В 50-е годы она каждый месяц присылала брату-студенту в Москву по 10 рублей, чтобы не жил в проголодь. Фактически кормила. А это уже Антонина, сестра жены Ларисы с мужем Павлом Ивановичем, который воевал в этих местах и которого сам Милюков называет не иначе как освободитель Белоруссии. Калинковичи гордится своими земляками. Здесь, в музее матери, на почетном месте портрет мамы Анатолия Иларионовича. Сам он активный участник общественной жизни города, выступает на конференциях, обсуждает экономические проблемы, помогает району и его предприятиям. А о почетном гражданине Калинковичи выходят статьи в местных газетах и журналах. Первое, это не дня без творческого труда. Второе, это труд, который нужен. Эти принципы всегда были и остаются сегодня главными для Анатолия Милюкова. У него много работы, но при этом много друзей. Может быть, как раз такое качество природное трудолюбие и привлекает к нему людей? Анатолий Леонидович всю жизнь положил. Он трудоголик. И он только знает это работа, у него на первом месте. Но он у нас не забывает. Нет, не забывает. И друзей своих любит. И это обязательно. Тут сабантую нас всегда. Вот на этой площадке стол развиваем, все. Он уже очень любит принимать гостей. Его трудолюбие меня всегда поражало, меня всегда удивляло даже, хотя он не всегда был настолько здоров, чтобы нести на себе такой груз. Но он его нес достойно, никогда не жаловался. и это вызывало и не только удивление, но и вызывало отношение действительно такое, что хотелось быть похожим на этого человека, который не был человеком дюжинных сил, но его стремление быть полезным оказывалось сильнее, чем физические возможности. Этот принцип не дня без творческого труда в большой семье Милюковых исповедуют многие, а некоторые, как и сам Анатолий Иларионович, просто живут этим, как, например, невестка нашего героя. На самом деле я стихи нарисовала, наверное, ну вот, как только научилась держать карандаш и кисточку в руках, все время рисовала, но никогда профессионально не училась этому, и года три назад вдруг ощутила какую-то такую потребность не просто от случая к случаю там браться за мастихин или за кисть, а вот именно целенаправленно работать уже в этом направлении. Вы понимаете, я, честно говоря, потрясен, потому что многие картины я видел в процессе создания, бываю в квартире, показывают отдельный, ну вот в таком собранном и систематизированном виде я все это вижу впервые и вижу, как здорово, просто Наташа, ну вообще Наташа у нас уникальна, она, я вам скажу, просто талантливая. В 2013 году Анатолию Милюкову исполняется 75. В его глазах все те же озорные огоньки белорусского мальчишки, писавшего когда-то в пионерскую правду. Отдохнем на пенсии, это не про него, Милюков даже дома продолжает работать, а в перерывах принимает поздравления. В его юбилей хочется пожелать такой же энергии, такого же драйва вот юношеского и то, что старая закалка школа ответственности за все происходящее ему присущи, это тоже пример для подражания для многих. Дорогой Анатолий Иларионович, ты знаешь, как я тебя люблю, как я тебе благодарен многие-многие годы. Мне очень жаль, что я когда-то давно эту благодарность не мог тебе высказать, но кажется, пришло время, когда я это могу тебе сказать. Дорогой мой, расти большой, я тебя очень люблю. Желаю гармонию души и тела, желаю радости, желаю замечательного настроения ежедневно, чтобы с каждым днем пребывала бодрость, энергия, чтобы еще было долго-долго желание работать на нашу банковскую систему. хочется пожелать здоровья, долголетия, больших успехов вот в том большом деле по стандартизации работы всей отрасли, которой он занимается. Антон Георгиевич, не по должности, а по человечески. Я искренне желаю вам здоровья, благополучия. Мы радуемся, что вы с нами активно сотрудничаете, что вы возглавляете кафедру. Будьте здоровы, а мы постараемся сделать все, чтобы каким-то образом содействовать процветанию лично вас и то дело, которым вы занимаетесь. Спасибо за то, что вы есть. У человека с такими знаниями и с таким опытом обязательно должны быть свои профессиональные секреты. И одним из них Анатолий Милюков готов поделиться сегодня с молодыми банкирами и финансистами. Применяя эту формулу на практике можно добиться многого и карьерного роста, и самого настоящего успеха в бизнесе и, впрочем, слово юбиляру. Вкалывайте, трудитесь. Хорошие идеи, хорошие дела появляются только после труда твоего личного осмысления. Если у тебя это будет, ты пойдешь. Если ты будешь хватать столько на поверхности, ну, может, продвинешься, но однажды опять пойдешь. Поэтому пожелания молодежи подрастающие, это глубоко пахать и трудиться. А все потом придет. Когда юбилейные торжества закончатся, Милюков опять будет много работать, потому что по-другому он уже не умеет, а переучиваться на пенсионера еще не хочет. Возраст для учебы совсем не подходящий. Мне так дети говорят, особенно сына, папа, вы месяца. Но не получается. Вот настолько весь стиль жизни моторный был, переходил из одного этапа в другой, что я даже сейчас просыпаюсь в 5 утра, отодвигаюсь тихонечко от жены, сажусь, записываю какие-то мысли, которые... Потом на следующий идешь на работу и раскручиваешь. То есть как-то получилось так, что вся жизнь шла на стыке между наукой и практикой. Наукой и практикой. Не за горами уже и следующая круглая дата. Вновь будут подарки, цветы и, конечно же, самые теплые пожелания от сослуживцев, друзей и родственников, далеких и близких. Уж они-то точно знают, что для человека, посвятившего свою жизнь в финансовой сфере, самыми важными были, есть и будут ценности нематериальные. Я хочу ему пожелать здоровья, счастья и долговременной оставшейся жизни, чтобы он был веселым, как раньше. Я бы хотела, чтобы он никогда в жизни не болел. не болел. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...